И всем привет дорогие пупсики, с вами я Арсём Фролов и к вам я пришёл с нехорошими новостями. Сегодня, ну точнее уже не сегодня, уже очень давно это вообще было, ну короче, я записывал видеоролик очень много, я пытался выйти на контакт, с липом он мне так и не ответил ничего. Деньги мне никто не вернул, если что, это сразу же так сполернул, да. Возместить рекламу мне тоже никто не захотел и как бы так и не возместил, когда я ему написал с предложением об этом. Вот, и по итогу я остался обманутым, а как меня обманули, на что меня обманули, на сколько денег, как, чего, где, когда и во сколько, всё будет в данном видеоролике, со всеми доказательствами. Так что обязательно досматривайте видеоролик до конца, подписывайтесь на мой ютуб канальчик, включайте уведомления и ставьте лайк данному видеоролику, чтобы продвинуть его в массы, чтобы люди узнали, кто на самом деле такой флип, 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 вот этот лип там топ. Ну короче, вы меня услышали. Начался вообще весь диалог с того, что я отписал ему на почту, мы списались с ним в телеграме, я у него попросил прайс на рекламу, он там сказал, я говорю, давай я у тебя куплю за 5 тысяч или за сколько там, какая там сумма, или за 2 тысячи. Сейчас я вам, блин, а вам не видно, наверное, да? Да, ну я сейчас тогда телеграм просто открою на всю и выведу вам телегу тогда, чтобы вы видели весь диалог наш. И мы будем его с вами потихоньку разбирать, видеоролики надеюсь долгие не получатся особо, да? Так, нам надо как-то, да, запад окна, наверное, да? Нет, давайте я вам запад кран. Ну что ж, как вы видите, данный диалог предоставлен с флик топом, вот я ему пишу привет ты, да, он такой, странно не видел у тебя шорцы с Герой, Гера это у нас коржик фигурировал, я у него просто цену сравнивал, вот. То есть по итогу я вот у него спросил, сколько будет стоить выкладка вот такого поста, я общался голосовыми, вот, он такой отвечает мне, а к тебе за 5 тысяч, так, это с коллаборацией он писал, я ему вот так, смотрите. Так, 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 окей, договорились, вот, слушайте голосовые, я надеюсь вам будет слышно его, да? Я тебе говорю, я у тебя за 2, что могу, в субботу воскресенье. Надеюсь, его на записи будет слышно. Нет, давайте я тоже включу, чтобы мне было слышно, чтобы я с вами вместе разбирал все это. Потому что, как бы, надо же все понимать, да, потому что мне человек сказал, что я сейчас его оклеветаю как-то, он мне сказал, что, оказывается, он меня не обманул, никак он меня не заскамил, и все было якобы честно, и он предоставил свою услугу. Но сейчас мы по ходу видеоролик с вами это и разберем. Так. Говорю, я тебе за 2-шку могу в канале купить в субботу, в воскресенье, чтобы был топ, то есть злой суток, комп, сделать, я тебе скину все инструкции, там через батар все делается. Вот я ему говорю, что я у него могу купить за 2 тысячи рублей. Двое суток топа. Обозначение слова топа, сейчас я вам покажу, я так же ему кидал вот этот диалог, как мне пишет в Википедии. Вот. Что означает топ? Так, подождите. Это превьюшечка наша. Так, где, 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 где? Вот. Топ, последняя публикация в канале. Чем дольше пост находится в топе, тем лучше. Так рекламу увидят как можно больше читателей. Показатели эры, та-да-да-да-да-да-да. Вот, короче, то есть топ это обозначение, чтобы пост был первый в канале. То есть, чтобы он находился первый и не перебивался никакими постами. Вот. И то есть, я ему здесь пишу, все, мы на все договариваемся. То, что он согласился якобы на то, что мне продает рекламу двое суток топа. Ну вот, он сейчас тут потом разобраться. Я ему скидываю денежку, все такое. Так, он вот такой. Блин, все, пришли деньги. Вот он пишет, все, спасибо. Сейчас потом разберусь. Так, все, завтра выйдет, все хорошо. Так, и вот я ему здесь еще пишу. Так, 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 так. А что, больше никаких таких объединений нет? Так, это. Фило, я не могу еще рублей 500 доплатить, чтобы ты добавил еще 100. То есть, переделал, удалил этот розыгрыш и добавил еще просто там еще один раз добавить, то, чтобы добавить своих контактов в группу и еще одну группу. То есть, я сейчас просто еще... То есть, мне нужно было, чтобы просто добавили один пункт в конкурс, за что он попросил 700 рублей. Но я думаю, хорошо, окей, я скину. Я ему скину еще 700 рублей. То есть, уже мы насчитали 2700 рублей. Вот. И дальше мы тут, он так, все, 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 типа он все сделал. Вроде все, все окей. Так, и вот. И я ему пишу, блин, он здесь... Так, во-первых, давайте мы, знаете, что сейчас сделаем? Я вам покажу, что был топ перебит. Смотрите. Так, он мне скидывает вот его канал. Открываем. Смотрите. То есть, рекламный пост. 25 февраля в 9 часов утра был сделан пост. После чего в этот же день, в 3 часа дня пост был перебит двумя его кружочками. То есть, на телефоне это видно, что уже поста вообще не видно. Вот. И как бы потом... Смотрите, на что он вывез. Так. Дальше он мне начал рассказывать, якобы, что... Сейчас, 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 надо идти. Надо идти. Так, вот, я ему пишу. Ну, Филипп, слушай, а почему ты топ перебил? Я же у тебя купил 2 суток топа. 3 сутки плюс-минус пост не достоял. Кто? Как это работает? Вот, то есть, я задался вопросом, почему? Он говорит, он был в закрепах. То есть, я нигде никакого слова про закрепы, что я у тебя хочу купить закрепы, не писал. Ни одного слова не было написано про какие-то закрепы, еще что-то. Так, вот. И тут мы, что? Ты заходишь в чат, сразу огромное сообщение участвовать. То есть, в топах ближайшее сообщение, 2 ГС между было и все. Понятие топов очень узкое. Можешь показать, вот, слушайте. Можешь показать, ГС, где ты говорил детально, что ты имел в виду под словом в топе. Если, то есть, а, если такое есть, то без проблем залью новый. Если нет, то, ну, слушай, вести переговор голосовыми фразами в топе, ну, такое. Ибо понятие очень узкое. В моем понимании не было понятно, что значит в топе. То есть, человек продает, не знает сам, что. Он согласился на это, я ему вот скидываю. В последней публикации в телеграм-канале, что означает топ. И он говорит, в топе вообще не общепринятое понятие. Хотя, у всех, как бы, SMM менеджеров и так далее, у реклама, да, у реклама... Ну, кто, короче, рекламу делает. У них у всех принятое понятие, пост в топе. Это означает то, что он не перебывается ничем. В закрепе, это когда пост закреплен. Вот и все. Вот, он говорит, конечно, не было. Обычная реклама более официальная. Так, 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 че, че, че тут? Я уже просто не помню, это было недели две назад. Я хотел сразу снять ролик, но потом я ему пытался предложить компромисс. Что он меня выкинул в игнор, и я думаю, в принципе, не зря. Я запишу данный видеоролик, чтобы люди понимали, что это вообще за человек. Ну, что он из себя на самом деле представляет. Вот, так, он говорит, я ему пишу, типа, окей, разбирайся сами с призами, здесь все такое. Он такой, раз, получусь с твоим конкурсом, сам, без проблем. Но это реально смешно. Это даже договоренность трудно назвать, о таком обмане идет речь. То есть, смотрите, он говорит, что это трудно назвать договоренностью. При этом, вот его сообщение, что мы договорились на двое суток в топе. То есть, для него это сложно, назвать договоренностью. То есть, он просто пустосов. Вот и все, и не более. Так, смотрите, едем дальше. Так, топ, топовые сообщения в топе. Последние, заметьте, я не писал. Так, 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 окей, договорились. Так. Так, ну это вот я ему скиду, что мы договорились с ним, окей, окей, окей. Так, вот, слушайте. Что, я надеюсь, там поставишь, чтобы завтра в 10, так, в 7. Чтобы завтра в 10 утра появилась запись. Я ему говорю, это я переслал ему сообщение, это было сделано до конкурса еще. И до понедельника простояло в топе, я говорю. И тут есть слово фигурирует. Слово то есть. То есть. Что означает обозначение, перечисление, не знаю как. Ну, то есть, то, что я ему сейчас буду объяснять, что значит в топе. Я ему объясняю. То есть, то, что ее не перебивали. Чтобы ее не перебивали. Чтобы запись не перебивали никто. Он такой. Ты купил у меня рекламу. Я сказал цену на рекламу в ТГ. Остальное лишь твоя просьба. То есть, поставить в топе. А тут уже недопонимание. Ибо, опять же, понятие в топе вообще не деловое. Я понятия не имею, что ты имеешь в виду. Но, окей, я распочусь с ними. А банк тут не вижу. Лишь недопонимание. То есть, человек продает мне одну услугу. Сейчас он говорит, что это была твоя хотелка. А я тебе сказал, что я вот продаю только тупо пост. То есть, видите, сейчас он начинает уже нести другое. До этого он мне говорил. Но был же закреп. Сейчас уже совершенно другая позиция у человека. Ладно, едем дальше тут. Так, ладно, спорить нету смысла. Ты на своем и на своем. Так, так, так. Вот. Спорить. Безпонятия. Ой, бесполезно. Реклама была. Была. Все. Не в топе. Но тут уже косяк. Стоило понимать детали. И мне пора в топе. Что-то там. Ну и тебе в переговорах как бы все очень узко. Так, так, так. И вот я такой. Так что жду. Либо, увы, я сделаю пост о твоем мошенничестве. Смысл тут опять же сказано в топе. Не вижу детального объяснения. То есть, он говорит, что в данном голосовом я не сказал, что такое топ. То есть, здесь не было объяснения понятия топа. То есть, это я просто на рандом вкидывал, чтобы ее не перебивали. Ну да, конечно. Вот. Что значит топе? Так, я ему скинул. Вот. Я ему написал уже. Я начал уже агрессировать, естественно, на него. Так же, как и он на меня. Потому что я понимаю, что человек мошенник. Он меня обманул. Вел в заблуждение. Продал мне не то, что я у него купил. Я ему говорю. Послушай или уши почисти, сходи. Сказано, чтобы запись стояла в топе. То есть, не перебивали ее. Вот и все. И дальше там был уже вообще просто беспонтовый диалог. Без проблем. Вот, я говорю. Я сделаю на тебя разоблачение. Такое без проблем. Но не забудь подчеркнуть, что я писал свой ценник на рекламу. А не на условия детальные. То есть, но при этом он согласился на те условия, которые я ему. Как бы это. Предоставил. После чего. Так, вот он такой. У меня таких а-ля деловых переговоров, которые закончились сливом по типу, еще не было. Это, конечно, угар. Так, 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 так. Смешной слив. Это он мне пытается взять на фон, чтобы я не записывал данный видеоролик. А я человек принципиальный, да. Я его, естественно, записал. Так, и вот тут он где-то. Так, у меня реклама 2К стоит. Топ, это уже что-то ты купить хотел. Да, не получилось. Ладно, выкладывай слив. Моя услуга сделает рекламу. Ля-ля-ля. МБТ и покупал ради топа. Но моя услуга. Так, так, так. Так, вот тут что-то. Компьютер. Про возврат денег я не слышал. Так, 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 мне неудобно слушать. Да, он говорит, да, он тебя уже не интересует. Где-то он здесь написал. Короче, я ему написал. Либо мне возвращать деньги. Просто весь диалог разбирать. Это часами сидеть. Это ни о чем. Где-то я ему сказал. Ты либо возвращаешь бабки, либо я делаю это. И он такой. Про возврат денег я не слышал, оказывается. То есть, он ничего не слышал, получается. Вот. И тут он мне пишет. Так. Кинул в сутки наш чат. Так, так, так. Тыры-пыры. Завтра хорошую сказку придумал. Мальчик, оставшийся без завтрака. А, я ему начал приводить пример. То есть, вот, смотрите. Где-то, короче, я не нашел это сообщение искать. Тоже не собираюсь. Мне как-то пофиг. Если поверите, то поверите. Если не поверите, то нет. Здесь все досконально уже понятно. Я ему привел в пример то, что вот представь. У твой фанат, мальчик, который копил себе денежки на рекламу в твоем канале, завтраков со столовки. Либо спросил у мамы денег последний. И купил у тебя рекламу и получил не то, что ему нужно. А ты ему такой, реклама была-была, все пока. Типа, камон. Я человек хоть какой-то медийности. И поэтому после слова, когда я ему сказал, что я тебя солью, он испугался. И он начал говорить, о какой сумме возврата идет речь. Может быть, я тебе сделаю еще раз по новой. Пятое, десятое и все такое. И по итогу диалог очень долго продолжался. Диалог был. Не, о чем он говорит с таким-то мальчиком. Все будет хорошо, пост будет. Все такое, да, да, да. Так, ну тут косяк в деталях. Причем тут обман. Ну, по факту он меня обманул, получается. Потому что я у него купил. Вот смотрите, я у него покупаю. Двое суток топа. Двое суток топа. Человек через три, через четыре часа перебивает топ, что уже все. То есть, мое время остановилось, потому что топ перебит. И то есть еще, ну, по факту даже там пост простояло, ну, часа четыре. То есть, никаких двое суток не было. После чего он мне там еще скинул, что я, оказывается, должен что-то выдать победителям. И еще кому-то там поучаствовало 200 человек, чтобы вы понимали. За 200 человек я заплатил 2700 рублей. Интересненько. Так, и тут он что-то мне пишет на личности, не переходи. Да, я ему сказал то, что он научный, то, что он мошенник и все такое. Как я сейчас говорю, я этого не отрицаю. Так, так, тут уже мат пошел. Так, текстовый вид, как и срач. Так, 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 так. Ну, тут, короче, неинтересно все, неинтересно, он тут не будет сушить. Я ему сказал, короче, ну, я могу предложить тебе вариант замять все это. Я хотел, короче, снять сразу разоблачение. Потом я ему предложил вариант как компромисс. Чтобы не пытаться нажиться на чем-то имени. Я ему сказал, ну, я могу тебе предложить вариант все замять. Это снимаем 5 видосов в танцулик в DD3. Ни деньги, ни повторную рекламу, мне не надо. И замнемся. Вот, я ему написал ку, ну, че, ау, он меня так и игнорировал. Че-то потом прочитал, ничего мне не ответил. Я ему пишу сегодня. Привет, я так и не стал снимать, дел было куча. Ты мне можешь по-новому сделать конкурс? В счет старого. Или же все же мне снимать? Я просто узнал, сказал хайпанешь. А, я просто узнал, сказали хайпанешь. Ну, типа, я хайпану, если я это сниму. А зачем мне надо на чужом имени вывозить? Ну, короче, я снимаю, раз по-хорошему ты не захотел. То есть, я ему скинул привычку, которая на этом видеоролике. Я думаю, в принципе, здесь все понятно. Здесь все досконально понятно. И ничего здесь по-новой, как бы, разъяснять под миллион тысяч раз я тоже не собираюсь. Человек является мошенником. Он обманивает людей, у которых нету, ну, каких-то, знаете, особых медийных ресурсов. Я надеюсь, что вы поддержите данный видеоролик все равно лайков. Так, подождите, я уберу вот это. Удалить. Кран-2, да. Так, давайте в адопте. Чтобы был вид такой красивый, так сказать. Вот, я надеюсь, что вы влепите свой лакусик данному видеоролику, чтобы его поддержать и продвинуть в массы. Чтобы данному человеку, во-первых, никто не покупал больше рекламу. Даже я не имею в виду из крупных рекламодателей. Я думаю, что к крупным рекламодателям он относится довольно-таки качественно. Потому что они не будут сидеть и записывать, как я, видеоролик. Они сразу же пойдут со скалым заявлением в суд. Вот. И то есть, как бы там, я не думаю, что будут какие-то недопонимания. Если они ему скажут, что им это не понравилось, он все сразу же моментально переделывает. А здесь сумма была довольно-таки маленькая, честно говоря. Вот. И как бы, ну, вообще, видеоролик этот был снимать достаточно кринжов, потому что всего 2700 рублей. Ну, хотя для кого-то это очень большая сумма. Так и вот. И хотел еще очень много сказать насчет мошенников, которые вас обманывают. Во-первых, ребят, не ведитесь никогда на ссылки. Не переходите ни по каким ссылкам, если это не проверенный источник ресурса или еще что-то. Если вам кинул эту ссылку не блогер. Если вам кинул ссылку, это фейк, женяши, мой фейк, еще чей-то фейк. Не переходите по ссылке. Если вам написали или вы увидели в каком-то чате где-то на просторах Телеграма, ВК, Дискорда, еще где-то. То, что вам дадут бесплатного питомца, заходите на вип-сервер, все такое. Не идите. Питомца вам какой-то рандомный чел бесплатно не даст. Не даст, понимаете? Если этот чел не является каким-то блогером или еще чего-то, ему незачем давать вам бесплатного питомца, понимаете? Ну, может быть, есть, но это очень редкий случай. Вообще, наверное, единичный случай. Вот. Потому что по ссылке вы переходите, ваши куки данные аккаунта, они уходят этому человеку. И у него есть доступ к вашему аккаунту. Он заходит и все у вас оттуда крадет. Рубаксы ваши, игровые ценности, ножи в Мардоместере 2, питомцев в адопме. И вы остаетесь без них, а потом пишите мне. Не ведитесь на них. Также не ведитесь на фейков топовых гарантов, ютуберов, блогеров, лайкеров, тиктокеров. Потому что их очень много. Как моих фейков, так фейков женяши и прочих-прочих-прочих всяких. Не ведитесь, понимаете? Первым вам никогда не напишет блогер, скорее всего. Наверное, ну даже я пишу в очень редких случаях первый. Но обычно мне пишут, что их заскамели. Оказывается, когда им написали первый, я никогда не пишу первый. Никогда. Никогда не пишу первый. У меня в личке завал. Зачем мне еще кому-то писать? Понимаете? Я не могу личку свою прочитать всю полностью. А мне еще кому-то писать. Это, ну, достаточно как-то бредово выглядит. Вот. Также не отдавайте питомцев. Проверяйте всегда игровые никнеймы, гарантов там, еще кого-то. Даже если вы просто хотите подарить подарок. Даже если вот я стримлю. У меня порой заходят фейки и им дарят подарки. За место меня. То есть, ребята хотели зайти и подарить подарочек мне. А попались на фейк и отдали ему. Проверяйте обязательно никнеймы, ребят. Опять же так. Про ссылки я все сказал. Про никнеймы, про ютуберов я все вроде бы сказал. Ну, а если вас заскамили на деньги. Если эта сумма достаточно, ну, она превышает, допустим, 5000 рублей. То у вас есть возможность обратиться в банк. Либо же с заявлением в полицию. Может быть, вам что-то помогут. Я, конечно, очень дико сомневаюсь, что на маленькую сумму. Если вас обманули на 200-300 рублей. То уже как бы, увы, ах. Все. Здесь уже вы ничего не поделаете, ребят. Ничего. Вы можете просто смириться, потому что вас обманули. Так же, как и на питомцев. Если вы уже отдали питомцев, все. То есть, мошеннику ничего за это не будет. Если вы пойдете писать заявление в полицию. Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, кому делать нечего. Заниматься вот расследованием вашего питомца за 300 рублей. Который у вас обманули на этого питомца. Да? И вот будут сидеть там в полиции и выяснять, что у вас там и как. Ради 300 рублей. То есть, у нас есть реальное преступление, которое, ну, более выгоднее расследовать, нежели вот то, что вас обманули на этого питомца. Ну, давайте будем объективно, да? Так что не попадайтесь на мошенников. И мошенников не станет просто, понимаете? Вот то же самое фейки. Ведутся на этих фейков, и поэтому они существуют. Когда фейки, на фейков перестанут вестись, фейки перестанут вообще быть. Потому что, ну, а зачем им существовать, если на них никто не ведется? Понимаете? То есть, тут вы напрямую как бы даете человеку возможность дальше продолжать обманывать, если он обманет вас. Так что, ребятки, ни в коем случае никогда не ведитесь на скамерах. Всегда проверяйте ссылки. Никогда, точнее, не переходите вообще по ссылкам. Даже если когда обмен у вас. Даже если просто трейд. Всегда через друзья. Only через друзья. Нет, давайте никогда никому, ни друзьям, никому. Потому что я видел очень много ситуаций, когда даже друзья обманывали своих друзей на питомца. Понимаете? Никогда никому не передавайте свои игровые ценности. Это как питомцев, ножей, робаксы и все такое. Ну и, в принципе, что я думаю? Видеоролик-то можно на этом будет заканчивать. Почему бы и нет? Да, видеоролик у нас получился достаточно долгий. Я надеюсь, вы поняли, кто такой является вообще. Флик, флип, липтон топ вот этот. Вы поняли меня, да? Я особо не знаю его название и знать не хочу. Это мошенник. Обманщик. Который, ну, обманывает, скорее всего, вот таких ноунеймов, как я. Я, ну, не могу сказать, что я достаточно популярный блогер, да? Я, по факту, являюсь ноунеймом. Но если он обманет вас, то будьте уверены, что вы уже ничего не добьетесь. Ну, в плане того, что справедливости. Я данным видеороликом, может быть, какой-то все равно общественный резонанс сделаю. Потому что все-таки надеюсь, что вы лайком его поддержите и комментарием, да? То есть, видеоролик будет продвигаться в массы. Потому что данный человек очень сильно распиарен в ТикТок и в лайки, как я понял, да? И то есть, его знают люди. И то есть, если его подписчики посмотрят это, хоть какая-то доля все равно отвернется от него. Но все это стоило, чтобы вы понимали, 2700 рублей. То есть, как-то так. Так, еще раз повторюсь. Он не выполнил рекламные условия. После чего предложил мне сделать повторную рекламу. Но я попросил возврат средств. Дальше просто шел пустой диалог. И сейчас, когда я ему предложил как-то замять этот диалог. Просто мне было лень сейчас снимать данный видеоролик. Но все-таки, ладно, бог с ним. Если он реально подумал, что я не буду снимать, я этим всем заниматься буду. Буду, еще как буду. И мне кажется, это будет не один видеоролик про данного человека. Вот. Ну и, в принципе, что? Дорогой мой флипок. Я думаю, видеоролик ты это посмотрел. Можешь мне отписать в телеграмчике. И вернуть деньги, на которые ты меня обманул. Заскамил. На 2700 рублей. Я надеюсь, что они тебе очень сильно помогли. Ладно, пупсы, что, на этом буду с вами прощаться. С вами был я, Артем Фролов. Всем пока-пока. Мои украшения, это мои движения. Я видел, что в боссе дали выходных.